Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На библейском портале Экзигет мы вместе с вами рассматриваем трудные места Священного Писания. И сегодня мы вспомним всего лишь одну такую небольшую фразу. Сам Спаситель на Тайной Вечере произносит эти слова, чтобы ободрить своих учеников. И вот он говорит «в доме Отца моего обителей много». Он произносит это, чтобы укрепить своих учеников, говорит «да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте». И вот тут он повторяет эту фразу, точнее произносит ее «в доме Отца моего обителей много, а если бы не так, я бы сказал вам, иду приготовить вам место, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были, где я». И вот бывает так, что люди задают вопрос «что же это значит, что в доме Отца Небесного много обителей?» И вообще, что это за обители? Ну, во-первых, почему их много? Потому что у Бога всего много. У Бога изобилие всякого блага. Вот чего-то нет у Бога, так у него нет греха, у него нет злобы, негодования. То есть всего того вот скверного, недостойного, низменного у Бога абсолютно нет. То есть у него либо чего-то нет, вот этого скверного, грязного, ничтожного, то, чем мы сейчас наполняем своей души. Либо у него что-то есть, но не просто есть, а есть в изобилии. Это преизобильная любовь, преизобильное добро, доброта, милосердие, премудрость. И Господь все содержит в своих руках, потому что Он всесилен, то есть и силы Его тоже преизобильны. И вот для людей Он приготовил множество райских обителей. Это на самом деле так. Вот сколько бы не родилось людей, допустим, сейчас сколько? Вот семь с половиной миллиардов, да, и ежесекундно вот кто-то рождается. А ну, кто-то, конечно же, переходит в вечность. И вот для каждого человека у Бога уже приготовлена райская обитель. Вот сколько бы не родилось у людей, триллионы там цифры, которые мы даже не можем себе представить, потому что каждую секунду кто-то рождается. И для каждого у Бога уже приготовлена райская обитель, потому что каждому Господь подает бессмертную душу, а душа-то создана по образу Божию, да, это вот как, допустим, как зеркало, которое обращено к небу и отражает в себе солнце. Вот что такое образ Божий. И множество людей, каждый из которых образ Божий, это вот как, знаете, летом, если выйти на луг, утром, и там вот множество росинок, и каждая такая маленькая росинка, она уже отражает в себе солнце. И вот каждая блестит. И вот таких росинок может быть бесчисленное множество, но каждая отражает в себе солнце. Вот так каждая человеческая душа отражает в себе что-то Божье. И поэтому каждый призван наследовать рай, он уже по самому факту своего бытия, как Божий чадо, он уже и чадо рая по призванию. А вот захочет ли он стать в конце концов чадом рая, это огромный вопрос. Вот как один из подвижников уже близкого нам времени, он говорил так, что обителей-то много у Отца Небесного, да живущих там мало. А вот ад, который Господь специально-то не сотворял для людей, то есть это мы, получается, своими грехами, своей злобой, своей гордыней приготовили ад. Вот в аду тесно набиты, как селедки в бочке, так говорили подвижники. И тем не менее все туда вот идут, идут и набиваются, набиваются. А вот в раю не так. В раю преизобили благ. И вот действительно, что же это за такие райские обители, что же это за обители, которых много у Отца Небесного. И некоторые люди так и задают вопрос, как они выглядят. И вот на самом деле, если мы попробуем это узнать у людей, которые достигли райских обителей, то есть святых людей, те, кто еще при жизни стяжали Святого Духа, то они приоткрывают нам завесу этой тайны, они рассказывают нам. И мы можем почерпнуть, ну, допустим, даже вот в сочинениях преподобного Ефрема Сирина. Правда, он говорил, что это вот такие вот образные, образно-поэтические описания. Но он, да как, впрочем, и другие святые отцы, они описывают рай, райские обители, как прекрасный такой удивительный сад, где все сияет, ну, прежде всего, вот пронизано Божьей любовью, светом вот этой неизреченной божественной жизни. И те, кто там оказываются, они и внутри себя испытывают счастье, блаженство, и вовне созерцают удивительную красоту, которую трудно передать людям, живущим на земле. Ну, вот он такие, например, образы употребляет, что там обители, вот да, вот есть как бы обители такие, они сотканы из облаков. Вот как, особенно в детстве, когда у нас такое еще душа невинное, сердце чистое, и мы, когда смотрим на небо, вот ребенок смотрит, то он особенно чувствует вот эту красоту облаков, красоту неба. Он переживает это своей такой детской чистой радостью. И вот представьте, что вот райские обители, они действительно сотканы из облаков. То есть вот это вот есть легкость, неизреченная чистота, как чистое ясное небо. И при этом там, говорит преподобный Ефрем Сирин, у него есть гимны о рая, он говорит, что это действительно в то же время, как прекрасный такой сад, где находятся эти обители райские. И когда ты ступаешь, то как бы по сплошному такому покрову удивительных цветов, и вокруг деревья, которые цветут, и цвет их, он просто непередаваем для нас. Там вечная весна, там царство сынов света, сынов божьих. Вот так описывал, допустим, преподобный Ефрем Сирин, кто желает, может подробнее с этим ознакомиться. Также знаем мы, что святой Андрей Христа ради юродивый, он тоже описывает вот эти райские обители, которых он сподобился созерцать. Вообще интересное такое дело, ведь святой Андрей, когда он только-только появился в Константинополе, в Царьграде, поначалу-то он находился в рабстве, его приобрел один человек, и вот этот человек помог ему овладеть грамотой, читать священное писание, и вот так Андрей, еще совсем юный, увлекся словом Божиим, изучая заповеди Божии. И потом как-то ему было дано такое видение, когда он видел, как вот два воинства воюют, одно светлое, другое черное, и тут ему является ангел Божий, и показывает венец удивительный, говорит, что вот этот венец дается тем, кто будет побеждать. То есть наша жизнь – это борьба, в которой идет противоборство светлого и темного. Добра и зла зачастую это у нас в душе, на самом деле дьявол, и бесы его искушают нас, а ангелы пытаются нам помочь. И тот, кто вместе с ангелами будет противоборствовать падшим духом, тот обретет венец, но по толкованию святых отцов что такое райские венцы? Райские венцы – есть благодать Святого Духа, который увенчивает подвижника, увенчивает его душу, и душа его действительно еще на земле становится вот такой прекрасный, удивительный. Но бывает такое, что вот мы можем встретить какого-то удивительного человека с чистой душой, с чистым сердцем, и мы чувствуем какую-то красоту в нем, внутреннюю, такую вот непередаваемую красоту. С ним очень мирно, спокойно, и даже радость появляется на душе от того, что ты находишься рядом с этим человеком, потому что у него мирное сердце, у него чистая душа, и он постоянно пребывает в молитве с Богом. И от этого вот его душа сияет благодатью Божией. Вот это и есть вот венец райский, который уже здесь увенчивает некоторых христиан. И вот Святому Андрею, Христорадию Еродиеву, было это открыто, и вот он понял, что Господь его призывает, и тогда он принимает на себя подвиг Христорадия Еродства, А потом как-то настал такая вот была зима в Константинополе. Конечно, город этот намного более теплый, чем наши края, но как-то зимой настал там такой вот лютый мороз, снег, и дул северный ветер. Ну, видимо, с наших территорий дул такой очень морозный ветер. И вот он уже чувствует, что замерзает Святой Андрей. Он пошел там, пытался прибиться к каким-то бомжам, чтобы рядом с ними под покровом согреться. Они его прогнали, и вот он идет, сил уже нет, видит, что пес какой-то вот лежит. И Святой Андрей решил рядом с этой собакой лечь, чтобы как-то согреться рядом с ней. Но пес тут же поднялся, ушел. И Святой Андрей по смирению говорит, что вот я вот настолько грешен, что даже пес меня гнушается из-за моих грехов. И вот ради такого смирения Святого Андрея, что вот он считал себя хуже какого-то пса, а при этом он вел жизнь на самом деле чистую очень. Бывает наоборот, что человек ведет жизнь как какой-то пес, но при этом гордится собой и возвеличивает себя. А вот святые люди, они вели жизнь чистую, но при этом считали себя зачастую хуже собаки, вот как Святой Андрей, Христа ради ее родивы. И вот ради такого смирения Господь дал ему созерцать рай. Он вдруг почувствовал тепло, удивительно. Ему появился ангел, который прикоснулся райской ветвью, такой благоухающей, цветущей ветвью его лица. И повел за собой, и вот действительно святому Андрею было дано созерцать райские обители, и там первое, второе, и там третье небо, еще больше. И вот он, прежде всего, там действительно неизреченное счастье, неизреченная радость. Но передать земным языком это невозможно. Вот как апостол Павел, который, кстати, тоже был восхищен до третьего неба, и что он говорит? Что он слышал неизреченные глаголы, которые невозможно людям передать. То есть, да, он сподобился этому созерцанию, но передать это невозможно. И вот Андрей, святой, Христорадью Родивый, он тоже созерцал эти райские обители, чертоги, видел небожителей, там преисполняющие душу счастье, там радости и блаженства. И все вот скорби, как он говорит, которые, какие-то притеснения, несправедливости земные, которые ты понес здесь на земле, они тут же отпадают, как какая-то шелуха, исчезают, потому что по сравнению вот с Божьим даром, вот этой вечной, бессмертной, райской жизни, все эти несправедливости, скорби, страдания, где тебя кто-то там обидел, все это абсолютно вот ничто. И ради райского вот этого блаженства можно было бы ну хоть тысячу лет сидеть в яме с червями и терпеть всевозможные невзгоды, как говорила об этом преподобный Серафим Саровский. Также святая Феодора сподобилась созерцать вот эти райские обители, она говорит, что, ну это тоже образное описание, что вот одна райская обитель, она превосходит весь Царьград, то есть там нет вот этих на самом деле наших земных ограничений, да, там никто не ходит межевать землю, определять, так сказать, вот границы одних соседей других, вроде бы там тоже разные такие вот обители, да, в зависимости от духовного уровня человека, в зависимости от того, насколько он сам приблизился к Богу, насколько он стяжал благодать Святого Духа, поэтому, ну иногда образно описывали так, что обители одни, они выше, чем других, но все равно все сияют светом неизреченным. Вот, и вот правда у преподобного Ефрема Сирина, там у него говорится, что вот благодать Божия, она одна, это как один свет, который всех осеивает, но при этом мера восприятия Света Божьего, она у каждого своя, и один стяжал больше, другой меньше, но при этом никто другому не завидует и не превозносится, почему? Потому что каждый все равно пребывает в этой радости, в этом удивительном блаженстве, и там совершенно нет никакой нашей земной тесноты, никто не обижается ни на каких соседей, да, нигде нет вот этих территориальных споров, когда никак не могут поделить какой-то клочок земли, враждуют, раздражаются друг на друга, а там всего дается в преизобилии, в таком удивительном преизобилии, что бери даром сколько хочешь, и всю вечность ты этого не исчерпаешь, и вот самое главное, что говорят нам святые люди, то, что это все лишь образное такое описание, потому что в наших земных категориях передать райские обители их в принципе невозможно, наш мир, он слишком груб, вот представьте, что если какой-то человек, вот он всю жизнь прожил в какой-то темной, сумрачной, мрачной пещере, где он созерцает вот эти вот мрачные скалы, может быть даже он что-то там вот делает, с камушками своими там играет, или на скалах что-то изображает какое-то искусство, которое кажется ему возвышенным, но он не видел жизнь вне этой пещеры, он не видел вот той удивительно разнообразной природы, не слышал пения птиц, не видел мир живых существ, удивительный, чудный, не видел радугу, как переливы солнечных вот этих, солнечного сияния, и вот этой гармонии, солнечного блеска, света, то как ему все это объяснить, если он живет все время в этой пещере, вот этой пещере и есть наш мир, мы в каком-то смысле как такие вот пещерные люди, которые очень грубо живем, питаемся грубой пищей, бывает, грубо очень, обижаем друг друга, у нас все очень грубо, а мир райский это мир очень легкий, возвышенный, небесный и передать его очень трудно нашим человеческим языком, вот, в наши дни даже встречается такое, что некоторые люди сподобляются созерцание тоже райских обителей, допустим, вот не так давно жил протерей Михаил Овчинников, который претерпел такую автокатастрофу и была клинической смертью, вот там он в том мире встретил и своего духовника, прежде всего духовного наставника, который ему, так сказать, вот рекомендовал изменить свою жизнь, да, и причем общение шло не нашими тоже такими вещественными словами, а как бы обращение самой мыслью и ответ тоже мысленный получается, потом он также видел свою маму, то есть сначала духовное родство, потом телесное родство, и вот он тоже созерцал вот этот удивительный свет, который невозможно передать нашими земными красками, и говорит, что на самом деле весь мир, он живет этим Божьим светом, этот свет и есть жизнь для всего мира, но мы по своей нечистоте его просто не замечаем, только святые люди, которые здесь, находясь в нашем грубом земном мире, вот они очищают свое сердце, от чего очищают, очищают от скверных злых мыслей, потому что всякая злая мысль или гордая мысль, это уже тьма, это уже такой мрак, который покрывает нашу душу, так что душа вся становится покрытой вот этой коростой своих же собственных темных изобретений, а вот когда святые люди очищаются от этого, то они уже здесь становятся созерцателями удивительного божественного света, и поскольку они здесь уже для Божьего света свои, то после их смерти свет Божий принимает их в свои объятия, вот райская жизнь, это на самом деле объятия Божьей любви, которые обращены к каждому человеку, но не каждый хочет открыть себя навстречу этим Божьим объятиям, потому что не каждый хочет Божью любовь впустить в свое сердце, а райская жизнь она вне наших земных конечно же категорий и наши вот эти количественные измерения, когда мы все измеряем в сантиметрах, метрах, километрах или взвешиваем в килограммах, граммах и так далее, в тоннах, все это неприменимо к миру духовному, небесному, там совершенно другое, там все измеряется в понятиях добродетели, твоего или отсутствие твоей добродетели. Вот дай Бог, чтобы мы конечно же стяжали вот эти Божьи добродетели, ибо каждый добродетель это отражение чего-то Божьего, что любовь, что милосердие, кротость, смирение, это все отражение на самом деле Божьих свойств, Божьих качеств, и тот, кто стяжал добродетели, он становится для Бога своим, и Господь своих принимает в эти райские объятия, дай Господь нам обрести хотя бы в малом добродетели, евангельские добродетели жизни христианской, чтобы стать действительно чадами рая, и тогда мы уже сможем наглядно увидеть и познать, что же есть вот эти райские обители, как проходит там жизнь, и что составляет собой райское блаженство. Дай Боже этого стяжать всем нам. Храни вас, Господи, дорогие братья и сестры. Редактор субтитров Редактор субтитров